Так, всем привет! Я Вячеслав. Выключу тогда камеру, с вашего позволения, чтобы больше было места в записи. Всем привет! Рад приветствовать на нашем вебинаре мастер-класс «Замена корпоративных решений Microsoft в процессе импортозамещения». Веду его я, блогтеру Вячеславу. Вот так примерно я выглядел лет пять назад. И здесь написано всякие мои регалии, достижения. Ну, на самом деле я являюсь преподавателем курсов Linux в Центре обучения специалистов. И если вам вебинар понравится, то в конце я покажу вам, как найти наши курсы. И буду рад, если вы запишетесь ко мне, либо к коллегам. Поэтому, чтобы было интересно, сразу же переходим к делу. Значит, будет продемонстрирован фрагмент четвертого курса. Потом я про линейку курсов расскажу. И цель четвертого курса, исторически он уже давно у нас был, всегда с удовольствием мы его ввели, это интеграция решений Linux и решений Microsoft. И вот, к сожалению, некоторое время назад встала задача такая более брутальная. Не интеграция решений, а замена одних решений на другие. Ну и давайте рассмотрим этот интересный инженерный хак, который теперь нам предстоит сделать по-любому. Поэтому с чего мы начинаем? Мы начинаем с того, что у нас имеется предприятие, в котором уже развернута инфраструктура. В частности, имеется Active Directory. Я буду прямо демонстрировать все, что у нас есть, очень тщательно, потому что важно понять, что, собственно, мы с вами должны импорта заместить. Вот, поэтому начало состоит с того, что у нас есть Active Directory. В Active Directory уже имеются пользователи. Можно посмотреть, какие пользователи, чтобы потом было понятно, кого, где мы используем. Ну, схема максимально простая, потому что учебный пример. Вот, ну, многое-многое можно транспланировать на продакшен. Вот у нас три пользователя. Иванов, Петров, Сидоров. Так, у нас есть, я себе такой PLM полагает, рабочая станция Windows. Чтобы ничего не забыть, вот рабочая станция Windows. Мы можем, собственно, войти в домен под учетные записи. Ну, здесь клиент 2, рабочая станция, поэтому пользователь будет, соответственно, Петров. У Петрова у меня на всех курсах учетная запись. User 2, Иванов User 1, Петров User 2. Ну, и, соответственно, пароль Microsoft Passport 2. Вот наш с вами Петров входит в домен, как это говорится. Вот, ну, на самом деле, если так, по курсу, наши преподаватели, я в том числе, учат, что, значит, войти в домен, значит, получить тикет, гарантикет на получение, да, билетов других. Вот здесь он у нас где-то есть среди, вот от ядроанхиты. Так, ну, и дальше, соответственно, смотрю в план, да, что-то у нас. Групповые политики, да, разумеется, все мы любим инфраструктуру Microsoft за то, что имеются групповые политики. И, например, для того, чтобы все было по-настоящему, в редакторе групповых политик настроена, ну, опять же, парочка задач. Значит, на уровне компьютера мы устанавливаем программное обеспечение, полезное программное обеспечение, Thunderbird почтовый клиент. Вот, ну, и на уровне юзера там настраивается путь через прокси-сервер. Вот, и, собственно, чтобы нам с вами после замены инфраструктуры Active Directory оценить, насколько она работает, я сейчас запускаю импорт свежей машины. То есть, в итоге мы должны все заменив, включить в домен, включить в домен еще один там Windows клиент и Linux клиент будет, и тот, и другой. Соответственно, я готовлюсь включить свежую машину клиент-4, она будет называться клиент-4. Два процессора ей дадим, и пускай она импортируется. Так, что у нас еще есть на предприятии? На предприятии у нас уже сервисы переведены на Linux. Опять же, это середина курса, как бы вот здесь у нас уже все развернуто. И в том числе есть сервер с Linux, сервер Linux с сервисами. Чтобы не плодить виртуальные машины, на курсах используется одна и та же Linux машина, как для доступа в интернет, так и для разнообразных сервисов. И сервисов здесь у нас великое множество. Давайте посмотрим, какие у нас здесь с вами есть. Ну, во-первых, у нас авторизованный выход в интернет. Это все как по законодательству Российской Федерации. То есть, если кто-то идет в интернет, например, запускает браузер, идет на какой-то сайт, то у нас вот фиксируется. Видите, юзер 2 пошел в интернет на такой-то сайт и так далее. Все это логируется, допустим, на наш партнер Яндекс. Так, дальше. Какие еще сервисы у нас есть? Файловый сервис, разумеется, наверное, второй популярности. Значит, наши с вами пользователи, Windows пока что, Windows пользователи могут пользоваться корпоративным файловым сервером. Ну и, собственно, опять же здесь минимальный такой достаточный набор ресурсов. Значит, каждый пользователь имеет свою персональную папку, которую может использовать, например, для личных файлов. И имеется корпоративная шара. Ну и в данном случае любой доменный пользователь может в этой корпоративной шаре что-то делать. Что у нас еще здесь есть на курсе? Что мы разворачиваем на курсе? Корпоративный почтовый сервер. Значит, опять же импортозамещение, Outlook больше нету. Соответственно, и я про себя так кратко-то там вам оставил описание. Так, я работаю администратором в МВТУ имени Паумана. И вот на замену Outlook я лично, честно говоря, Outlook-ом не пользовался никогда, всегда пользовался Thunderbird-ом. Но вот сегодня он нас всех настиг. Замечательный, кстати, почтовый клиент. Здесь же адресная книга корпоративная. Все берется из Active Directory, то есть по полной мы этом, как видите, наши три пользователя здесь появились. Так, что еще интересно у нас с вами? Значит, ну, SMTP, MAP, также пользователи нашей компании имеют доступ к почтовому серверу снаружи. То есть, если, например, человек куда-то уехал, там, домой, или с командировка, он может подключиться к почтовому серверу, используя свою учетную запись, ту же самую доменную. То есть машина теперь уже не в домене, просто в браузере набирает логин и пароль. Вот, видит свою почту. Здесь же у него... Все это на курсе разворачивается, просто реклама курса. Здесь же у нас адресная книга, фотографии, кстати, вот я, как можно нарисовать, да, Петров, фотографии. Кстати, заметьте, что здесь фотография есть, а вот в стандерберде ее нет. Вот такой вот, ну, такой вот open source, да, то есть вот не решена эта задача, это вот вам задача, да. Как сделать, чтобы здесь была тоже фотография, вы найдете решение, присылаете. Так, ну и, соответственно, что там у нас, да, сейчас я чек-лист весь оформлю. Так, рабочая станция Linux у нас есть. Импортозамещение, как бы, мы где-то в середине этого процесса. Значит, у нас есть рабочая станция клиент 1, клиент 3. Они, кстати, по-разному включены. Вот, я буду демонстрировать на клиенте 3, вот user 3, пароль там, password 3. Вот рабочая станция Linux, она тоже в домене, я вошел в домен. Вот сейчас я докажу, что я вошел в домен. Давай, рабочая станция, покажи, что мы вошли в домен. Значит, я вошел в домен, то есть, получил тикет, гранд тикет. Теперь я могу, например, запустить браузер, пойти в интернет через браузер и у меня, и у меня, и я.ру. Вот, и, собственно, у меня должен появиться билет на использование сервиса HTTP. HTTP журналов, шлюза нашего, должно появиться, что user 3 теперь идет в интернет, все фиксируется. Так, что еще мы, импортозамещение, да, что имеют наши клиенты. Также вот обратите импортозамещение, да, на пути. Вот появились такие вот красивые иконки к личной папке и к общей папке. Но вот так вот оно не работает, оно работает вот так вот, если набрать mount, общедоступный и mount. Это связано с проблемой с русским языком, то есть, данный графический интерфейс. Вот он, в общем-то, при клике мышки пытается. Ну, а так все работает, видите, общая шара. Вот ту папочку, которую я создал, в случае юзером 2, личная шара имеется. Ну, и, разумеется, почта тоже работает. В этом, как бы, даже показывать не буду. Тут покажу, как работает почта в финальной лабораторной работе. Тот же самый Thunderbird мы с вами настроим. Ну, и чтобы проверить, как наша инфраструктура выжила после полного импортозамещения, я запущу импорт свежей Linux станции. Вот станция, которой не было. Вот она у нас сейчас появится. Так, это будет станция клиент 5. Клиент 5. Клиент 5. То есть, повторю, у нас Active Directory, у нас Windows клиенты, у нас Linux клиенты, у нас сервисы на Linux, Proxy, Samba, Imap, Davcode. Все это, в общем-то, есть. Так, ну и, собственно, что еще у нас тут интересного? Еще у нас здесь в финальных лабораторных работах понадобится GitLab. GitLab тоже подключен к домену. Вот может подключиться. User1, пароль, паспорт 1. Вот, подключаюсь к GitLab. Пароли все берутся из Active Directory по протоколу AllDub. То есть, есть тема, как GitLab подключить к Active Directory. Ну и здесь интересный проектик, который я покажу тоже в финальных лабораторных работах. Ну и, собственно, теперь ради чего мы с вами собрались? Мы с вами собрались для того, чтобы вот эту машину убрать. Вот эту машину убрать. Все, Active Directory у нас нужно выключить. Что же делать? Мы берем другую машину на Linux. Вот она у нас. Кстати, Active Directory у нас традиционно на курсах называется сервер. Ну, так получается, что у нас много курсов по Linux, и в каждом курсе имеется сервер, и в каждом курсе он играет определенную роль. Ну, например, в курсе по астериску играет роль телефонной станции, а в курсе Linux 4 играет роль контроллера домена. Ну, то есть, о чем курс, о том и сервер. Вот. Ну и мы с вами по сценарию здесь запускаем некий сервер 2. Это машина Linux. Сейчас она запустится. Значит, я уже настроил в ней имя, настроил сеть, чтобы не терять время, но никакого программного обеспечения пока не устанавливал. И вот, жду, пока она загрузится, чтобы к ней подключиться. Подключаюсь. Так, ну, здесь уже я всякие эксперименты проводил, поэтому подключаюсь. Давай, подключайся. Люди смотрят. Напишите плюсик, кто меня хорошо слышит. Такой дне. Пока пауза, некая обратная связь с преподавателем. Да, спасибо большое, чтобы чувствовать аудиторию с той стороны. Так, ну, давай, давай. Так, учетными записями root мы пользуемся. Нехорошо это, но для мастер-класса сгодится. Так, и, собственно, узнаю в интернете, что, оказывается, роль контроллера домена Active Directory может выполнять пакет SAMBA. И дальше ищу в интернете различные решения, которые позволят это реализовать. Ну, вот пока у нас SAMBA устанавливается, краткий рассказ. Значит, осознал я эту тему, решил записать вебинар, начал собирать материал. Очень трудно, кстати, с материалом находился. Не сказать, что очень много на эту тему, что прям была такая статья. Вот у нас есть Active Directory, вот мы его выключили. Видите, все продолжает работать. Какого-то такого я не нашел. Ну, я сочинил вебинар, попросил руководства его поставить, собрать вас. И, собственно, гоняю, готовлюсь. Ну, и на курсах, которые веду, надо сказать, что я веду старшие курсы. Я веду курсы 5, 6, 7 по девопсу. А 4 веду редко. Так, получается, что мои коллеги справляются. И за это им большое спасибо. И вот я, читая старшие курсы, рассказываю. Вот будет вебинар, вот такая тема, вот если интересно, подключайтесь. Значит, и, ну, тема, в общем, вызывает интерес. Да, многие, да, подключимся. Один из слушателей говорит, Вячеслав, я был на этом курсе, и ваш коллега, Михаил Соколов, замечательный товарищ, эту тему уже читает. Понимаете? То есть, оказывается, мои коллеги все это уже ведут, читают. Так что она вот, эта лабораторная работа, в общем, такая просто, как оно на самом деле есть. Вот. А я, честно говоря, не читал такого. Я всегда показывал, как самбу сделать вот таким одиноким доменом. Типа, давайте вместо Active Directory развернем самбу. Но, еще раз, это не то, ради чего мы с вами собрались. Сегодня нам надо заменить работающую инфраструктуру со всеми пользователями, групповыми политиками, все перенести на машину, которая не является Microsoft операционной системой. Вот как, да, на open source. Поэтому я, значит, установил ПО и перехожу в тему, которая называется настройка контроллером существующего домена. Так, соответственно, идем на курсы Microsoft. И здесь вот, опять же, очень важный момент, что я не являюсь большим специалистом по Microsoft. Ну, я, в общем, специалистом по многим направлениям являюсь. И поскольку занимаюсь всем, то как бы глубоко некоторые темы не знаю. И, собственно, вот, общаясь со своими коллегами, я, например, такой вопрос задал. Известно, что самба поддерживает уровень домена, который называется 2008 R2. И вот, если мы с вами посмотрим на то, какой уровень домена и леса доменов у нас с вами сейчас в компании, да, на предприятии, то мы увидим, что используется 2016 сервер, как бы, ну, не самый новый, ну, и не самый старый, да. Вот, и, собственно, самба не сможет выступать, как бы, таким товарищем, да, вот в этой инфраструктуре, потому что самба реализует только уровень 2008 R2. Ну, и, собственно, я сейчас понижу уровень домена, да, который у нас используется на предприятии, а товарищи спрашивал, что мы потеряем, почему вот все-таки 2016 и 2008 такие разные цифры, на что получил такой ответ, ничего не потеряем, ничего особенно нового за это время не произошло. Кстати, если кто-то у нас к чату подключился, знает, да, что мы теряем, понижая уровень, то вы в чат пишите, всем нам будет интересно. Ну, а я, видите, так вот, в общем, просто без всяких, давайте немножко шире, что ли, увеличу. Без всяких сомнений беру и готовлю Active Directory к тому, чтобы у него партнером стал Linux. Стала Linux-машина, соответственно, со слов моих коллег, ничего мы особенного не потеряем. Если вы знаете какие-то подробности или что-то иное, то дайте знать. Так, ну, а мы продолжаем. Так, дальше читаем документацию. Для того, чтобы подключить наш Linux вторым контроллером домена, можно пойти следующим путем. Можно установить программное обеспечение, которое позволит работать с протоколом Kerberos. Тоже это вот тема курса Linux 4. Что это за Kerberos? Почему он? Откуда он взялся? И чем отличается Active Directory от Kerberos? Все это разбирается. Ну, а в данном случае я устанавливаю вот это программное обеспечение, получая тикет, гарант тикет. Вот, в принципе, один из таких провокационных моментов. Вот я уже сервер 2 подключил к Active Directory. Как так? Ну, вот так вот установил Kerberos клиент, запустил тикет, запросил тикет на гарант тикет. И, собственно, если набрать команду Callist, то мы с вами видим результат. Вот. Ну, а на самом деле пока что Active Directory ни про какой сервер 2 не знает. В этом, может быть, стоит убедиться прямо сейчас. Вот я показываю оснастку Users and Computers. И у нас контроллер домена. Вот он один, видите? Вот. Ну, а дальше я набираю вот эту вот инструкцию документации, которая подключит саму вторым контроллером домена. Вот с такими-то вот параметрами. Ну, и поскольку у нас вебинар как бы ограничен по времени, то я позволяю себе очень мало комментариев. Но самое главное, чтобы мне не забыть в конце показать, где наши курсы можно найти и показать, где эту методичку можно найти. Если вам как бы тема понравится, зайдет, захотите ее пользоваться, то можно прямо по вебинару все это сделать. Не обязательно идти на курсы, хотя подразумевается, что на курсах все это не подразумевается, а на курсах все это детально разбирается, что, зачем и как. Поэтому имейте в виду, что, значит, рекламный вебинар, да, все будет работать, все команды работающие, все можно скопировать, все можно взять. Никаких тут секретов нету. Но если хотите разобраться, потратив меньше времени, приходите на курсы, будем рады. Так, ну и запускаю, запускаю самбу. Кстати, теперь уже наш с вами Windows узнал про контроллер домена, узнал, что у него есть еще один товарищ. Вот, видите, сервер запомнился. Вот, ну и читаю дальше я инструкцию к самбу серверу. Здесь рассказывается, что для того, чтобы запустить его как контроллер домена, надо выключить функциональность файлового сервера. Это действительно чаще всего самбу используют именно как файловый сервер, а не как контроллер домена. Более того, юнит для запуска контроллера домена даже замаскирован. Вот, ну и я прописываю в автозагрузку сервис контроллера домена. Вот, и, собственно, делаю еще одно уточнение. В курсе Linux 4 не рассматриваются сертификаты, потому что они рассматриваются в курсе Linux 3. И по этой причине приходится идти вот на такие вот уловки. То есть, если соединить курс Linux 3 и Linux 4, то не надо никакие вот такие вещи делать, чтобы по LDAP подключаться без LDAP S, без шифрования. Так, ну и, опять же, опыт показывает, что быстрее перезагрузить систему. Что мы с вами делаем? Чтобы она заработала полноценным контроллером домена. Сейчас она перезагрузится. Поправим файл конфигурации. И у нас теперь с вами два контроллера домена. Вот они работают в паре. Значит, вот их можно видеть вас наспех. Между ними сейчас будет происходить репликация. И цель заключается в том, чтобы выключить контроллер домена, который у нас на Active Directory, и проверить, работает ли у нас вся оставшаяся инфраструктура. Значит, поэтому я смотрю, что мне делать дальше. Методичку, да, потому что все не запомнишь. Тем более, когда думаешь, рассказываешь. Так, ну, во-первых, наш контроллер домена будет сам себя использовать в качестве DNS сервера. Поэтому я добавляю вот такую вот директиву. То есть контроллер домена, наш новый, сервер 2, новый контроллер домена, использует себя в качестве DNS сервера. Работает. Так, дальше, дальше, значит, дальше. Запустили. Следующее. Посмотрим, происходит ли у нас репликация между контроллерами домена. В принципе, можно воспользоваться вот такой технической командой. Вот, увидеть, когда здесь в последний раз происходила репликация. Можно пойти на курсы Microsoft. Кстати, ну, я так говорю, на курсы Microsoft, ну, по моим сведениям, они есть. Мне очень нравится позиция нашего руководства. Говорит, без паники, курсы по отсыску и по Microsoft продолжают быть, потому что масса людей пользуется ими. Вот, и, собственно, можно репликацию посмотреть с помощью оснасток Microsoft, узнав на курсах Microsoft, где это находится и как это делать, да. Ну, насколько я помню, это где-то вот здесь вот, Виктория Сайдс. Вот, ну, и, собственно, вот здесь вот рассказывается, кто с кого реплицируется и когда это происходило. Так, ну, а можно пойти таким чисто прагматичным путем, сказать, так, какие у нас пользователи доступны на сервере 2. Вот перед вами команда, которая показывает список пользователей. И здесь мы видим наших пользователей. Иванов, Петров, Сидоров. User1 это Иванов, User2 Петров, User3 Сидоров. Вот, дальше прям говорим, а вот можем мы завести пользователя. Берем и заводим пользователя вот на втором контроллере домена, обращая. Да, вот, с хорошим вниманием. Вот, если посмотреть на контроллере домена на втором, то мы с вами видим, что пользователей у нас теперь 4 стало. Добавил я Василия Молковича Кошкина. Надо сказать, что на старом контроллере домена эта учетная запись не сразу появится. Вот, ну и, собственно, собственно, даже не помню по сценарию, дождемся мы, когда она появится или нет. Ну, наверное, да. А, нет, кстати, появилось довольно быстро. Посмотрите, мне как-то показалось, что пауза больше. Ну, ладно, вот чудо уже работает, да. Что нам с вами нужно дальше? Нам с вами нужно не только синхронизировать пользователей, но еще и синхронизировать групповые политики. Опять же, на курсах Microsoft рассказывают, что syswall – это как раз то, где в том числе и групповые политики хранятся. И вот, если мы с вами посмотрим конфигурацию нашего Linux сервера контроллера домена, то там используется как раз вот этот каталог, ipc-samba-smb.conf, как syswall, да. Если посмотреть его содержимое, то мы обнаружим, что, в общем-то, там, мягко говоря, ничего нет. Вот, поэтому в этих мутных статьях, форумах и прочих я обнаружил, что, значит, вот, кстати, ссылки на статьи, которые мне помогли все это сделать, вот, что буквально надо взять и это дело вручную синхронизировать, либо прописать, либо прописать в периодические задачи. Ну и, соответственно, если мы планируем выключить наш сервер и оставить только сервер 2, то мне надо сходить на сервер, и вот утилита Robocopy, она присутствует штатная, базовая, содержится вот такой вот командой, буквально скопировать syswall с самого сервера на сервер 2. Да, и вот копируются, в общем, файлы со страшным содержимым, и можно, соответственно, даже среди прочего, ну, во-первых, увидеть, что теперь у нас что-то тут появилось. Так, сейчас что-то у нас появилось в этом каталоге syswall, да, вот так вот, find. Вот, ну и даже я тут потратил время и обнаружил, что вот в таком страшном файле, ну, не файле, в файле с таким страшным именем и с таким вот страшным содержимым, заметьте, да, страшное содержимое, действительно упоминается установка Thunderbird, да, то есть вот групповые политики, просто в файл в каталоге syswall, вот, и мы это дело скопировали, ожидая, что теперь у нас с вами групповые политики, значит, будут на месте. Так, ну и следующий наш шаг, следующий наш шаг, мы с вами, так, смотрим настрой контроля, да, 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 замена. Ну, тут написано замена Microsoft Active Directory на Samba 4, ну, как таковая замена произойдет в самом конце. Здесь точнее сказать, давайте сделаем так, чтобы без Microsoft Active Directory можно было обойтись. И опять же на курсах по Active Directory рассказывается, что несмотря на то, что, как бы, в Active Directory контроллеры домена, как бы, равноправны, тем не менее они не совсем равноправны, потому что есть контроллеры домена, которые настроены на выполнение вот таких вот Flexible Single Master Operations. Если сейчас посмотреть, кто из наших двух контроллеров является мастером с этой точки зрения, то мы увидим, что все вот эти FSMO у нас контролируются системой сервер, которую мы планируем вывести из эксплуатации. Ну, и существует несколько вариантов смены ролей, и один из вариантов я нашел, выглядит он вот так вот. Несколько вариантов есть, в том числе через GUI можно делать, по-моему, Михаил Соколов так и показывает, там оснастку подключает, тщательно скрытую от глаз оснастку подключает. Так, ну, а я, значит, как любитель командной строки, запускаю вот эту вот утилиту, tds-util, и дальше тщательно копирую действия, которые вот эти FSMO перенесет на наш сервер 2. Значит, копирую, делаю, так, копирую, делаю, так, захожу в раздел Connections, говорю, что подключиться этой утилитике надо к серверу 2, подключаюсь к серверу 2, так, выхожу в раздел Connections, и дальше выполняю перемещение вот этих пяти ролей, которые хорошо известны всем, кто в Active Directory работает. Вот я переместил первую роль, значит, тоже не буду особо рассказывать, что это за роли, можно погуглить, после, можно пойти на курсы Microsoft, вот здесь наша задача просто сделать возможным выключить наш с вами старый сервер за 45 минут. Сразу скажу, что в 45 минут я никогда не укладываюсь, если будет возможность, дослушайте, вот, ну, где-то час лишним это обычно занимает. Вот, я стараюсь время не терять, воду не лить, но тем не менее. Так, и перемещаю, перемещаю роль первичного контроля домена. Так, значит, проверю сразу же на стороне нашего, проверю сразу же на стороне нашего второго контроллера домена, который сервера 2, что там у нас с ролями. Так, вижу, что сервера 2, сервера 2, сервера 2, вот 5 раз. Ну, и опять же, как бы, известно, что ролей 5, но на самом деле 7, да, есть еще роль мастер операции для леса DNS. Вот, ну, и роль мастера операции для конкретного домена. Так, так, и вот, не переносится вот таким вот образом. Ну, если посмотреть, кто теперь у нас мастером операции является, везде является сервер 2, сервер 2, вот в 7 случаях сервер 2. Вот, соответственно, мы с вами, мы с вами все, что надо, сделали и готовы удалить старый сервер, но сперва надо кое-что еще подготовить. Значит, дело в том, что наш с вами Linux сервер, на котором работают сервисы, всегда был уверен, что DNS – это наш Active Directory, который мы только что сейчас планируем отключить. Поэтому в ResolveConf нашего сервера, играющего все сервера Linux и почту, и DNS, и почту, и файловый сервер, и прокси сервер. Вот мы его настраиваем на наш сервер 2. Сервер 2 имеет вот такой 13-й IP-адрес. Так, оказывается, сервис Quid у нас кэширует, кэширует, поэтому я его сейчас перезапущу, но сперва я озабочусь клиентами. Клиенты у нас тоже по протоколу DHCP работают, поэтому DHCPD, сервис DHCP тоже работает на этом Linux, будет выдавать теперь 12-й IP-адрес вместо 10-го, потому что 10-й – это Active Directory, мы его планируем выключить. Так, ну и, соответственно, сервис ISCDHCP перестарт. Так, долго будет перезапускаться сервер Squid, пускай перезапускается. Так, ну и, собственно, что еще надо поменять? DHCP поменяли. Для демонстрации давайте клиент 2 перезагрузим, посмотрим. Нам понадобится клиент 2 для демонстрации, поэтому его перезагрузим, чтобы он получил… Так, пароль не троплюсь, паспорт 2. Так, чтобы он получил новые параметры, ну, фактически новый DNS-сервер, да, перезагрузка. Так, перезагрузаю, пусть перезагружается. Так, да-да-да-да. Так, ну, это внутренняя кухня. Здесь моя станция, на которой вебинар проводится, играет роль еще и, как бы, такого компьютера в интернете, с которого подключаются к предприятию, к сети предприятия. Это я тоже поправил. Так, получение списка контактов в лда проверенном клиенте и использование GitLab. Ну, короче, все у нас готово. Что не сделали, сделаем чуть позже. Значит, все готово к выключению старого сервера. Я так затаил дыхание. Всегда, честно говоря, это такие штуки, кажется, да. Неужели сработает? Значит, выключаю наш сервер. Выключу аккуратно. Надеюсь, включать его не придется. Но, тем не менее, сохраните. Вдруг можно будет включить. Так, ну и, соответственно, шандаун. Какие-нибудь причины. Выключаю наш сервер. Active Directory. Так, Active Directory у нас выключен. Теперь у нас с вами вместо Active Directory Linux Samba 4. Давайте проверять, работает что-нибудь или нет. Начнем сразу с места в карьер. А можно подключить Windows Клиент. Допустим, до сих пор вы используете Windows Клиенты. И есть люди, которым вы идете, помогаете пережить этот момент плавно. Пока что включим Windows Клиент. А вот есть или не есть? Давайте посмотрим. Так, значит, я подключил новый Windows Клиент в нужную сеть. Запускаю его. Давайте попробуем ввести в домен новую машину. Эту машину я разворачивал в самом начале вебинара. Ну и пока она разворачивается, еще проверка. Напишите плюсик, кто меня слышит. Раз, два, три. Все ли в порядке? Так, чтобы вас тоже взбодрить. Так, значит, за это время, да, спасибо большое. У меня загрузился чистый Windows. Я подключаюсь к локальной учетке администратора. Студент, паспорт, локальная учетная запись администратора у нас играет роль. Так, ну и первое, что я должен сделать, я должен переименовать машину так, чтобы она в Active Directory имела уникальное имя. Ну и по сценарию эта машина называется Клиент 4. В этом курсе, ну, по крайней мере, в моем прочтении, четные номера рабочих станций – это Windows системы, нечетные – Linux системы. Так, чтобы можно было отличать. Так, давайте посмотрим, можно ли будет ее ввести в домен. Так, второй раз подключаюсь к локальной учетной записью. Локальной учетной записи и уже пробую ввести в домен. Пробую ввести в домен. Значит, то же самое меню, компьютер. Кстати, обратите, Thunderbird'а нету, да? Thunderbird'а почтового клиента у нас нету. Ввожу в домен. Домен у нас называется корпорация такая. Ну, корпорация 13, я обычно использую этот номер, чтобы слушатели не переписывали. Так, внимание. Администратор, паспорт, администратор, паспорт, окей. Так, DHCP перезапустил. Все это перезапустил. Все это было проверено раз пять или шесть. Пароль ввел правильный. В домен не входит. Так, ну это как обычно. Нет, не как обычно, не буду говорить, что как обычно. А сюда-то я могу подключиться в домен, войти. Ну-ка, пробую ввести домен. Администратор, администратор, паспорт. Так, ну что, добро пожаловать в домен, мне говорят. Как вы это оцениваете? Это просто, чтобы нервных клеток было побольше, да? Перезагружаю. Перезагружаю. Ну, если никаких проблем нету, связанных с тем, что я что-то забыл, то должно работать. Вот, вебинары в нашем центре проводятся только с подготовкой преподавателей к вебинарам. Ну и, соответственно, если все правильно, то паузу спишем на что? Ну, что-нибудь там, виртуализация. Пока вот она загружается, немножко реклама. У нас разные форматы есть обучения, есть очное обучение, там, где люди смотрят прямо за мной и делают за мной. Вот. А есть вариант, где вы как раз вот смотрите запись и делаете лабы. Делаете лабы, а я сижу рядом и помогаю вам делать лабы. Вот это, наверное, самый крутой вариант обучения. Называется персональное обучение, либо открытое. Если вы учитесь по записи, но под моим руководством. Ну, а пока я вам рекламу рекламировал, у нас система клиент была добавлена в домен. Помните, мы пользователя создали Василия Мурковича Кошкина, да? У него учетная запись user 4, пароль password 4. Ну и давайте проверим, может ли он у нас войти в домен. Так, смотрите, да, Василий Муркович Кошкин, судя по всему, в домен у нас входит. Машина свежая, поэтому только что, не только что, а создается профиль. Вот. Ну и, собственно, сейчас у нас происходит подготовка. В том числе должны отработать групповые политики. Если они отработают успешно, то мы должны увидеть значок Thunderbird. Thunderbird, да, посмотрите, коллеги, да, круто или напишите в чат, круто или не круто. Вот. А если мы, например, пойдем в интернет, если мы пойдем в интернет, ну вот, то, соответственно, будет видно, будет видно, будет видно. Да, спасибо, спасибо, да, нам, ну не нам, а все преподы немножко, все преподы немножко, артисты, да, хочется, чтобы это было, чтобы это было зрелищно, да, чтобы нравилось. И вот я подключаюсь, ну, к Яндексу подключаюсь, соответственно, соответственно, ну, Яндекс что-то тут, браузер старенький, да. Ну, видно четко, что у нас с вами работает, что у нас с вами работает User4, видите, да. Все то же самое относится к файловым шарам, то есть можем запустить проводник и увидеть, что у нас на Linux-системе, на которой все сервисы сосредоточены, это система Gate, у нас там имеется, соответственно, персональная шара у каждого пользователя, можно здесь что-нибудь создать, какие-нибудь файлы персональные. Есть общее, ну, вот, как вы видите, все работает. Так, ладно, но это не все, у нас же с вами импортозамещение, поэтому давайте рассмотрим, а как включить в домен Linux машину. Значит, давайте сделаем это, тем более по времени вроде бы все в порядке, может быть, я в кои-то веке не так сильно задержусь. Значит, я включаю наш клиент 5 в локальную сеть, тоже здесь кухня такого курса, курсов, вот, соответственно, так же, как я все делал для… Так, Вячеслав, будут в конце вопросы и поговорим обязательно, да, чтобы сейчас не прерываться, просто запишите, да, но про этот вопрос сразу скажу, что на него не знаю ответ, поэтому этот вопрос запишите слегка. Мы не работаем с SharePoint, и ничего хорошего как бы… о хорошем это не говорит. Я знаю людей, которые говорят, что SharePoint – это просто прекрасная вещь, которую в компании активно пользуются. Ну, то есть, я слышал такие отзывы, да, и вот на что ее заместить. Коллеги, если в чате кто-нибудь знает какие-нибудь, то делитесь сведениями, да, мы все с вами в одной лодке, нам с вами надо буквально все это дело пережить. Так что сейчас у нас запускается чистенький Linux клиент, Linux клиент с графическим интерфейсом. Я подключаюсь сюда тоже локальной учетной записью, она тоже студент с параллем паспорт. Вот, говорю «Войти». Так, да, чтобы дожили до конца. В конце записи, напомните, я покажу методичку, покажу, где найти вот это вот все, что я тут делаю, где найти видеозаписи вам покажу, где найти курсы. Прямо вот специально не начинаю с этого, чтобы не разбежались, да, вот смотрели до конца. Ну и продолжая, давайте вспомним, что мы делали с вами с Windows. В Windows мы первое настроили, настроили имя системы. То же самое и здесь. Я буквально, будучи инженером, сдающим эксплуатацию систему, открываю. У нас, кстати, так и делается. Вот инсталируют ребята Linux, специальный отдел, есть техподдержки, приходит служебка, там просим, значит, установить операционную систему. Вот такой это компьютер. Вот они устанавливают операционную систему, указывают хостнейм этого компьютера. Хостнейм указывают. Вот, значит, хост тоже пропишем, тоже пропишем хостнейм. Так, ну и вот преимущество перед Windows, да, достаточно просто набрать хостнейм, указать, указать, так, указать клиент, клиент 5, вот, и, собственно, собственно, вот у нас с вами уже клиент 5, да. Так, дальше что делают наши ребята? Дальше они открывают методичку. Вот, пожалуй, здесь про методичку я и напишу. Кстати, про от R7 мы используем R7, да, но мне кажется, что типа SharePoint, ну, может быть, к сожалению, трудно дискутировать, когда не пользовался функционал. Так вот, методичку запишите адрес wiki.val.bmstu.ru. В этой методичке все материалы ко всем курсам в виде планов лабораторных работ и, собственно, да, да, слабенький. Так, и вот один из вариантов – это просто найти нужную тему. Например, мы будем использовать очень популярный вариант включения домен системы с использованием сервиса от Red Hat, SSS, SSS, DEMO. Вот, и вот наши сотрудники, установив, значит, программное обеспечение, не установив, а, значит, в процессе установки Linux, вот таким вот образом добавляют программное обеспечение для подключения к домену. Потом я расскажу, что на самом деле задача еще проще, просто здесь бонусная лаба, как включить Linux в домен. Вот перед вами фактически набор шагов. Берете Linux с графическим интерфейсом, даете ему имя, ставите вот этот набор пакетов из методички, да, я скопировал. Так, далее берете и подключаете, включаете в домен. Вот она команда, которую мы с вами сейчас наберем, когда ПО установят. Да, Ansible будет, Владимир, это финальная лаба, вы правильно угадали. Вот, и мы в университете используем именно Ansible. Вот, соответственно, включаю я в домен. Вот, у меня запрашивается пароль администратора. Вот, ну и если так вот посмотреть на наш контроллер домена, а как на него посмотреть, на контроллер домена, значит, в принципе, уже, может быть, пора осознаться, что имеется возможность в том числе и некоторое время администратору жизнь оставить привычной. Средства администрирования могут быть установлены на какой-нибудь Windows клиент. Вот, заранее это сделано в курсе. Вот, и, собственно, здесь имеются оснастки, которые нам привычны, да, например, оснастка пользователей и компьютера. Вот, и, кстати, я вот заметил, что сервер-то я выключил, да, но он у нас не доделано, да, кое-что. Мы же его хотели убрать окончательно, поэтому я все-таки, да, это сделаю. Удаляем старый сервер, удаляем старый сервер. Не очень чистый эксперимент получился с Windows. Вот так вот готовишься, готовишься, и потом оказывается. Да, он хоть у нас и выключен был, но выключен был. Тогда будем считать, что чистый эксперимент, да, он же был выключен. Вот я сейчас покажу, что он у нас хоть и выключен, но даже с точки зрения DNS у нас как бы два сервера, вот, ну, на примере, например, какие-то запросы Kerberos. И вот она команда, которая сейчас прямо его оставит, ну, дело окончательно. Вот она команда, да, вот я его беру и удаляю, удаляю. Так, ну, и, соответственно, с точки зрения DNS у нас теперь одна Kerberos сфера. Вот, а вот с средствами администрирования, ну, вот сейчас посмотрим, как они себя поведут. Какой-то такой комбинации я еще не проводил. Значит, клиент 2. Попробую обновить. Ну, посмотрите, да, видите, сервер 2 только остался. Вот, ну, и я хотел показать компьютеры, да, вот наша рабочая станция клиентка. Кстати, большого смысла в том, что она находится в этом списке, нету, потому что групповые политики Windows не распространяются на Linux. Вот, ну, и сейчас я закончу, значит, ввод в домен Linux, ну, точнее, ввод в домен уже осуществлен, но закончу некоторые такие вещи, может быть, косметические даже. Что еще нужно сделать, там, где наш Linux, вот наш Linux. Что еще, косметические вещи какие. Значит, надо поправить файлы, поправить файлы, да, вот я на хабре статью про ввод в домен написал, а мне говорят, нет, вот проще пользоваться SSSD. Просто берете, ставите тут некоторое количество программного обеспечения, вот, и правите пару файлов. Ну, я ручно управлю файлы, но еще раз правильно уже в чате написали, что надо бы для этого использовать, конечно, Ansible. И у нас это будет. Так, не забываю пока рассказываю вам про вещь. Так, значит, тоже с минимальными комментариями домашний каталог у нас будет просто имя пользователя. Будем считать, что у нас источник пользователей только локальный Active Directory, имена не пересекаются. Вот, теперь достаточно, прямо вот иду по этой методичке. Фактически наши инженеры так и делают, они открывают кое-какой ресурс, скоро мы с вами узнаем, какой ресурс. И из этого ресурса берут и копируют команды. Ну, грубо говоря, одну команду копируют. Так, ну, а я показываю, что у меня Linux-система в домене, что теперь она знает, например, про таких вот пользователей. User1, User2, User3, да, в том числе вот и русские. User4. Так, и вещь, которую тоже надо не забыть, значит, надо сделать так, чтобы при первом подключении создавался домашний каталог пользователя, потому что по умолчанию это не так. Так, ну и, собственно, вставляю эту команду и перезагружаю систему. Ну, давайте проверим, посмотрим. А, нет, не перезагружаю систему. Подождите, подождите, командную строку возвращаю обратно. Дело в том, что, обратите внимание, у нас же групповые политики были. Что делали групповые политики? Они делали две вещи. Они прописывали в браузер путь к прокси для того, чтобы идти в интернет без авторизации. Ну, в данном случае у нас интернет и так доступен, а вот в Бауманке интернет без авторизации недоступен. И, собственно, машины в домене, в том числе Linux, они позволяют пользователям ходить в интернет через прокси без установки каких-то там PPPOE или еще чего. А здесь мы, значит, должны это тоже сделать. Так, и у нас с вами отсутствует почтовая программа. Посмотрите, да, почтовой программы у нас нету, все видят. И вот вам аналог групповых политик, которые используются в университете. Посмотрите, в университете мы используем замечательную вещь, которая называется Ansible. Причем используем ее в паре, в паре с паре. И вот я тут понял, что в паре-то я ее использую, в паре я ее использую, но у меня-то до сих пор GitLab не перенастроен, поэтому читаю свои подсказки, надо читать. Так, вводим домен, та-та-та-та, все. Короче, мне надо GitLab перенастроить. GitLab надо объяснить, что у меня теперь пользователи берутся из другого каталога. Вот это, к сожалению, я махнулся, конечно. Так, ну ничего, всегда так бывает, что... Короче, я открываю на редактирование вот такой вот файл GitLab. Пользователи-то у нас берутся. Беру файл GitLab. Так, на гейте, тоже не путаюсь, на лдах, надо пройти без сбора. Так, нахожу раздел LDAP, и вот единственное, что меня огорчает, что это долго будет перезагружаться, но ничего не поделаешь. Так, сервер 2. Значит, пользователи берем из сервера 2. И, к сожалению, еще раз здесь изрядно он перезагружается, но ничего не поделаешь, придется подождать. Ну, какую-нибудь рекламу вам прорекламируем. Так, реконфигурия, пошел процесс. Что еще я сделаю? Что у нас осталось? У нас осталась почта. Я сейчас про почту. Значит, у нас с вами пользователи работают либо через почтовый клиент, который должен быть установлен через GitLab, который у нас с вами сейчас перезагружается. Вот, а также через веб-интерфейс. Поэтому я сейчас, чтобы время не терять, перенастрою вот этот вот интерфейс RoundCube. RoundCube. Да, здесь выйду. Вот интерфейс RoundCube. Тоже штатное решение, которое в курсе рассматривается. Так, ну и, собственно, чтобы быстрее просто открою ссылку, вот, в RoundCube настройка. Значит, путь к LDAP адресной книги для RoundCube отстраивается вот в этом вот файле. Тоже здесь надо найти раздел LDAP. LDAP. Так, и указать, что адресная книга теперь берется с сервера 2. То есть потом, когда будете пересматривать видеозапись, надо отмечать, что, где мы меняем. На самом деле, можно было просто вернуть контроллер домена сервер, тоже сам бы. И тогда бы нам вообще не пришлось перенастраивать клиентов. Но это я там выбыл бы за 45 минут. Вот, поэтому мы как бы вот вынуждены, чтобы все теперь переехал на сервер 2. Так, ну и сервис Apache 2. Рестарт. Так, ну и давайте посмотрим, что там у нас с веб-интерфейсой почты. Значит, юзер 2 у нас подключается из дома к своей почте, вводит свой доменный логин и пароль. Юзер 2, паспорт 2. Так, и вижу, что лоджин фейлит. Либо я ошибся с паролем, либо не ошибся с паролем. Смотрю внимательно еще раз. Смотрю внимательно еще раз. Так, лоджин фейлит. Сервер 2, корпорация. Нет, я не вижу никаких ошибок здесь. Все сделано как надо. Так, пароль неверный, да? Так, ну еще одна попытка. Так, значит, еще раз. Еще раз. Юзер 2. Паспорт 2. А, нет, все-таки ошибки были, да. Ну, преподы, типа, меня могут, да, 3 раза вводить пароль неправильно. Поэтому я файл тубам всегда увеличиваю линит до 6. Так, значит, вижу почту, вижу адресную книгу, вижу адресную книгу. Кстати, фотография, вот видите, переехал на новый контроллер. И мы, кстати, здесь не видим Кошкина. Почему мы не видим Кошкина? Ну, тоже пока у нас там GitLab перезапускается, что мы с вами не сделали для Кошкина? Мы не указали его почту. Специально я это сделал, чтобы показать вам работу вот этих удаленных средств администрирования, которые все еще доступны нам. Ну, и, соответственно, в разделе Users я нахожу нашего Кошкина. Нахожу нашего Кошкина. Вот он, Василий Муропович Кошкин. Так, и присваиваю ему почту. Ну, для рекламы Астериска. Да, у нас есть курсы по Астериску. Там интеграция с АДЭ в том числе. Вот, поэтому здесь у него номер будет 404. И учетная запись. User4. Собака. Корпорация. 13. Ю. Так, говорю, окей. И, если я прав, то должен появиться наш Василий Муропович Кошкин в адресной книге. Ну, а за это время, надеюсь, у меня перезагрузился. Перезагрузился. Нет, не перезагрузился, между прочим. Все еще ждем. Конечно, честно говоря, мы не используем GitLab в Бауманке. Ну, в нашем отделе. Мы используем GitI как раз вот для этой задачи. И GitI гораздо легче. Правда, там отсутствует CI. Но вот для этой задачи CI не нужен, потому что, как вы увидите, все работает шиворот на выворот. Ну, и пока у нас с вами GitLab перезагружается, это финальная лаба нас с вами ждет обязательно. Я все-таки, не теряя время, не хочу сказать, значит, я вот локтор Вячеслав Александрович. Можно найти меня на сайте специалиста среди о центре. Если о центре, то, соответственно, есть преподаватели. Ну, и по фамилии можно меня найти, посмотреть, что я веду. Надо спрашивать мне, Вячеслав, а вот я пойду на курс вот такому преподавателю. Преподавателю. Стоит это или не стоит? Да, очень просто. Берете в Ютубе. Кстати, ролик будет в Ютубе. И находите, и смотрите, нравится вам преподаватель или нет. Потому что манера у всех разная. Моя манера кому-то нравится, кому-то не нравится. Кто-то говорит, не так серьезно, как надо. Люди все разные. И, собственно, легко понять, куда вы решите, готовы вы платить деньги за обучение у этого преподавателя или нет. Так, запись будет обязательно. Сейчас покажу, где она будет. Значит, про курсы. Сначала рекламу налью. Значит, у нас большой каталог курсов по Линуксу. Большинство из них сделал я. Если вам понравилось мое объяснение, которое еще, кстати, не закончено, то вот в разделе курса Линукса свободное ПО у нас вот такой большой путеводитель. Проще всего по путеводителю. И, собственно, здесь от самой базы, начиная с основой сети, классный курс. Я не читаю, но читают очень хорошие преподаватели. Дальше. Один из самых сложных, на мой взгляд, курсов – это первый курс по Линуксу. Потому что ввести людей в Линукс – это, в принципе, когда этим пользуешься, это все просто. Но когда все незнакомое, то все сложно. Вот преодолеть этот барьер преподаватели, мои коллеги, помогают слушателям. Поэтому очень важный курс. Второй курс рассказывает, как использовать Линукс с пользой, как превратить его в файловый сервер, в web-сервер, в DNS-сервер, в почтовый сервер. Вопросы безопасности сегодня. Всякие аппармеры, сертификаты, списки доступа, VPN-ы. Все это попало вот в этот вот курс. И, собственно, вот эти два курса – ну, must have. Ну, а я рекламирую вам вот этот курс. Интеграция с корпоративными решениями Microsoft. И на самом деле этот курс и не про Microsoft, хотя, безусловно, там будет Microsoft. Этот курс про то, что называется управление учетными записями. Как сделать так, чтобы вашим пользователям было удобно, а вашей компании безопасно. Потому что удобство и безопасность так немножко противоречат друг другу. И вот как сделать так, чтобы они, собственно, не… Вот. Я комментарии обязательно почитаю, коллеги, да. Будьте внимательны, да. И напомните мне, Вячеслав, я там написал вам комментарии, прокомментируйте, пожалуйста. А я сейчас рекламу долью. Групповые политики Linux мы с вами посмотрим и займемся комментарием. Курс по Zabbix не нуждается в рекламе. К сожалению, только я его читаю, но надеюсь, что скоро будут коллеги мои читать. Курс важнейший, да. Важно ранее всех знать о том, что проблемы произошли. Так, проблема у нас не только с операционными системами Microsoft, но у нас проблема с оборудованием. Поэтому вот этот курс стал мега актуальным. Читаю его только я. В нем отсутствует важное слово в названии. Бюджетные отказоустойчивые кластерные системы. Бюджетные. Берете два дешевых системы блока, и если у вас там не компания из миллиона человека, допустим, там 20 или 200 человек, то можно собрать отказоустойчивый кластер. Действительно отказоустойчивый. Стукаете молотком по любому системному блоку, все продолжает работать. Ну и в финале не только отказоустойчивые кластеры, там и ЦЭФ я добавил, там если с оборудованием хорошо, то можно кластерные системы типа ЦЭФ собрать, КВМ и так далее. Так, ЦИСКа никуда не делась из России, как говорит наш директор, поэтому курс называется НетОПС, мониторинг оборудования и интеграция с решениями ЦИСКа. Тоже читаю только я. Ну и пара курсов по ДиВОПСу, которые выпали отсюда, потому что этот курс по администрированию. По администрированию. А ДиВОПС как бы дополнительно, поэтому в этом не рекламируют. Так, GitLab, у меня кончилась реклама, ты доработал, доработал. Соответственно, финальная лабораторная работа. Наши инженеры перед сдачей машины в эксплуатацию, перед сдачей машины в эксплуатацию, заходят на GitLab, прям буквально заходят на GitLab под своей учетной записью корпорации. Такая-то точка.ю. Под своей учетной записью. Доменная учетная запись. Ну, здесь это будет такой User1. Вот такой инженер у нас User1 с паралем, соответственно, Password1. Так. Значит, ничего не сохранять, разумеется. Вот. И открывает вот такой проект с интригующим названием Ansible Pool GPO. Значит, GPO, да. Ansible, это Ansible, это суперсистема управления. Pool, это, соответственно, тянуть. GPO, групповые политики. И чтобы время не терять, я сейчас это все запущу, а дальше, пока оно будет инсталлироваться, расскажу вам, что же мы с вами здесь видим. Да, кратко, кратко, потому что эта тема как бы небольшая. Значит, инженеры должны в терминале поднять себе права. До сих пор это можно сделать вот так вот. Это логальная учетная запись. Так. Ну и дальше выполняет вот такую странную инструкцию. Значит, эта странная инструкция скрывает в себе то, что я немножко расскажу, когда оно заработает. Так. Ну и в конце расскажу, где методичку взять. Поэтому не разбегайтесь, держитесь. Я про то, что мы с вами больше прозанимаемся, расскажу. Так вот, в двух словах. Если пойдете на курс, то будет подробно. О двух словах здесь. Значит, получается, что вот этот вот скрипт, вот этот скрипт, Start.sh, который я запускаю вот таким вот интересным образом, вот таким вот интересным образом, я запускаю скрипт Start.sh. Кстати, здесь же сразу заложена возможность работы с ветками. То есть у нас есть продакшн ветка, есть тестовая ветка для групповых политик, где мы обкатываем изменения. Вот. И сам этот скрипт фактически устанавливает на рабочую станцию пару важных пакетов. Собственно, устанавливается Ansible и устанавливается Git. И в CroneTab прописывают директивы, которые загружают из сервера, из сервера Git, или Git, или Git, GitLab можно использовать, загружают текущую конфигурацию. Значит, загружают текущую конфигурацию вот благодаря командам в CroneTab, которые будут прописаны. Так, ну сейчас у нас доставится, я покажу. Вот. И CroneTab срабатывает, во-первых, в момент перезагрузки системы, то есть если так вот приглядеться, что здесь за CroneTab, то первое срабатывает в момент перезагрузки системы, вот видите, reboot, да, через одну минуту после перезагрузки системы запускается Ansible Pool, который скачивает плейбуки. А также запускается каждые два часа. Каждые, так, не каждые два часа, да, каждые два часа запускается, если, соответственно, вы что-то поменяли в GitLab. Вот. Ну а сами плейбуки здесь приведены самые простые. Значит, здесь устанавливается Thunderbird, вот, кто с Ansible работал, напишите плюсик, кто с Ansible работал, есть такие. Вот. Собственно, перед вами плейбук, который устанавливает Thunderbird. Вот. И точно, я прям идентично сделал, как Windows. И плейбук, который настраивает прокси через файл Environment, файл Environment, через команду копируется, шаблон файлы Environment, или даже не шаблон, а просто файл копируется, да, просто файл копируется. Вот и все. И на самом деле у нас в университете подобное решение используется для установки и 1S, и R7, который здесь упоминался, что еще. И, собственно, включение в домен станции. То есть не надо идти на какую-то Википедию и оттуда копировать команды. То есть инженер просто запускает один вот этот вот скрипт, буквально у него сказано, подними привилегии, запусти скрипт и оставь машину в покое. Ну и пока я вам рассказывал, скрипт доработал. Если так вот посмотреть, кронтаб минус L, то мы с вами увидим, вот у нас в кроне прописаны инструкции. Перезагружаем эту машину, можно уже сразу нести ее на место, где ее будут пользоваться пользователи. Ну и, соответственно, так, я не буду выключать, я ее перезагружу. Перезагружаем машину и попробуем подключиться доменной учетной записью. Попробуем подключиться доменной учетной записью. Так, ну и проверить какие-нибудь вещи. Какие вещи? В интернет наш пользователь будет ходить. Вот Владимир говорит, что не надо групповыми политиками Windows пользоваться. Правильно, да, Владимир, что можно использовать Ansible вместо групповых политик Windows, но здесь, что я могу сказать? Надеюсь, что эти времена вернутся. официально у нас сейчас и Windows-то нет. Так, ну а я продолжаю. Значит, мой очередной подарок преподу. Иногда вот так вот VirtualBox себя ведет. Иногда на тестах он себя так не вел ни разу. А здесь вот видите, она свалилась. Ну, вроде никогда это не заканчивалось слишком плохо. Давайте посмотрим, как она загрузится. Вот так что вместо групповых политик Microsoft. Ну, я знаю, что масса вариантов групповых политиков, масса людей использует групповые политики Microsoft. И вот мне интересно было показать, что они сохранились. Мы с вами видели, да, что самбо контроллер домена поддерживает групповые политики Windows. Ну и, разумеется, для Linux'ов мы используем средства Linux. И вот Ansible Pool совместно с GitLab или Git позволяют это дело использовать. Ну и давайте попробуем дождаться загрузки системы. Дальше я попробую подключиться доменной учеткой. Ну, подключусь доменной учеткой User2 пароль Password2. Если не ошибся. Так, ну и тут же в течение минуты должен сработать ChromeTab. Там задержка на одну минуту прописана. Вот. И я хочу посмотреть журнал. То есть, если что-то идет не так, то... Так, ну здесь, чтобы посмотреть журнал, уже надо знать пароль суперпользователя, который пользователи наши не знают. Ну и Journal KTL-F покажет нам, что проходит в системе. В течение минуты должны пойти логи. И, собственно, мы с вами должны увидеть процесс установки почтового клиента и настройки переменных окружения. Ну вот они у нас пошли. Команды Ansible, да? Переменных окружения. Ну, кстати, чтобы переменные окружения сработали, надо еще раз будет перезагрузить систему, потому что, ну вот так вот их подсунуть прямо на лету вот в десктоп. Поэтому у нас такая инструкция и говорится, что пользователю в первый раз подключившись, надо перезагрузить систему еще раз. Ну вот так вот, да. Так, и, собственно, пока у нас с вами Thunderbird, что он уже установился, что ли? Ну-ка. Ну да, да, вот они. Кто с Ansible работал, тот узнает команды, да, что они изменят. И если попробовать пойти в приложение и сказать почтовая программа, ну-ка, почтовая программа. вот у нас появился Thunderbird. Посмотрите, чем еще похвалиться. Thunderbird и на курсах, и у нас в университете мы используем автоконфигурацию, то есть буквально пользователям просто надо указать свой адрес электронной почты, подхватывается конфигурация. в данном случае, я еще раз повторю, все сервисы у нас работают на гейте. вот, ну и, к сожалению, open source, вот он такой, вот такой open source, значит, не все, не все настройки, так, а, да, ну, во-первых, здесь нас предупреждают, что без шифрования, и вот это, конечно, не очень хорошо, потому что учить пользователей нажимать такие, такие галочки, это не очень хорошо, поэтому шифрование, конечно, надо добавить, несмотря на то, что пароль здесь никакой не передается, у нас керберос используется, и, так вот, ну, еще второй недостаток, что адресная книга LDAP не настраивается автоматически, я все жду, когда они это сделают, они говорят, помогите проекту Thunderbird, мы, значит, это самое, поэтому в инструкции нашим пользователям дальше говорится, а теперь вручную укажите, что у вас будет адресная книга компании, сервер, значит, называться будет, храниться она будет на сервере, сервере 2, так, BIN DN, домен компонент равно корпорация 13, ну, кто с LDAP работал, кстати, тема LDAP тоже, это тема курса Linux 4, DC равно UN, вот, DC равно UN, вот, такой у нас с вами BSDN, так, ну, и работа с адресной книгой тоже будет проходить через керберос, поэтому, поэтому все, вот, настроек адресной книги требует вручную указать вот такие параметры, вот, ну, и у нас с вами имеется почта, вот, помните, да, письмо, это дурацкое 22, так, и у нас имеется адресная книга, давайте посмотрим, давайте посмотрим, о, все наши пользователи, видите, красота какая, так, ну, и теперь, как обещал, расскажу, где же все это дело взять, это дело взять можно на сайте wiki, valb.m.ru, значит, вот он адрес, запоминайте, копируйте, если вам понравилось, конечно, если не понравилось, эти материалы, ну, еще раз, вот прямо, чтобы заменить контроллер домена, такого материала не нашел, если найдете, то присылайте, да, куда присылаете, присылать очень легко, надо вот эту вот часть оставить, здесь написать собаку, да, получится мой адрес электронной почты, valb.m.ru, вот можете писать, буду рад, так, ну, и, собственно, видео, где будет видео, видео будет на канале специалиста, я постараюсь это сделать оперативно, но также видео и это, и все остальные вы можете найти в разделе курсы, на вики, valb.m.ru, в разделе видео уроки, видео уроки, здесь я тщательно пронумеровал все наши курсы, и к каждому курсу добавляю видео, то есть сюда вот будет добавлено видео, вот, также буду рад, если вы посмотрите другие видео по этому курсу, или по другим курсам, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, ну, все как обычно, вот, ну, и, собственно, мне кажется, что все, что я хотел рассказать, я рассказал, вот, и, значит, вот, наверное, можно запись остановить, если что-то вспомню, то допишу. Спасибо за вопрос. А как же воспроизвести, да, где это находится? Значит, вики, валб.m.stvo, снова раздел курсы, и здесь уже раздел материалы по методике чтения курсов. Значит, про каждый курс вы можете посмотреть план лабораторных работ, вот я хвалил первый курс, посмотрите план, вот второй курс. Наш курс, тот, который я сейчас читаю, вот он, а то, что я вам рассказывал, сейчас находится в разработке, разработке, я, еще раз говорю, читаю редко курс этот, но, надеюсь, не надеюсь, а попрошу мне его поставить, вот, обновляемые курсы, да, и вот, собственно, я даже решил его назвать, замена корпоративных решений Microsoft, и вот здесь с первого пункта рассказывается, что мы разворачиваем, в принципе, я как раз показывал вам уже готовую инфраструктуру, вот, и вот, четвертый модуль, это как раз миграция инфраструктуры на Samba, и вот вопрос по FreeIPA, я чувствую, что, в принципе, мне интересно, и всем нам нужно добавить, вот сюда, как можно больше решений, в том числе и FreeIPA, хотя на курсах мы этот FreeIPA фактически собираем руками из компонентов, но не исключено, что, поскольку теперь эта задача из раздела такого интересного инженерного хака превратилась, просто в жизненную необходимость, это будет добавлено. Так что вот, останавливаю запись, спасибо за вопрос. с этим делать. Спасибо. Спасибо.